Я вас приветствую, с вами снова Константин Евгеньевич, мы продолжаем изучать тему магнетизм. Сегодня мы поговорим про магнитное поле Земли. В помощь нам 61 параграф учебника. Давайте его откроем, чтобы он был перед нами. Значит, что мы здесь видим? Ну, действительно, с древности людям было известно, что Земля, наша планета как таковая, тоже обладает некими магнитными свойствами. Мы будем убедиться в этом легко, если взять магнитную стрелочку, то есть взять небольшое тело, про которое точно известно, что оно является постоянным магнитом, и свободно расположить его на иголке, чтобы оно могло поворачиваться. И вот опыты показывают многочисленные, что упрямо, однообразно эта стрелочка устанавливается в некое определенное направление. Это говорит о том, что вокруг Земли тоже существует магнитное поле, то есть сама наша планета, она является большим таким магнитом. Значит, при этом, при этом получается следующее, что люди заметили, что один из концов стрелочки показывает примерно, примерно на географический север, и эту стрелку компаса договорились называть северной стрелкой. Ну, а из предыдущих тем мы знаем, что у магнитов притягиваются разноименные полюса, а это значит, что северная стрелка компаса должна притягиваться к южному полюсу вот этого большого земного магнита. Таким образом, мы приходим здесь к такому некому небольшому противоречию. Давайте мы рассмотрим вот эту вот картинку. Значит, на этой картинке получается следующая ситуация. Если мы расположим где-то стрелку компаса, то стрелка компаса будет направлена вдоль линий магнитных, указывать здесь будет N, здесь будет S. Также, если здесь ее расположить, она будет каким-то вот таким образом устанавливаться. Ну, на самом деле, в обычном компасе она не сможет вот так вот изменить свое положение вертикальной плоскости. Для этого есть такие приборы, как бусоль, в которых она может в нескольких плоскостях меняться. Но, тем не менее, если застрелка компаса понаблюдает, тогда мы приходим к выводу, что у Земли, вот здесь вот, здесь должен быть северный полюс, а здесь должен быть, ну, на самом деле, здесь, внутри, да, внутри должен быть южный полюс, а здесь должен находиться северный полюс. Значит, ну, об этом, собственно, в учебнике и говорится. Из курса географии вы знаете, что магнитные и географические полюса несколько смещены. И более того, физически правильно говорить, что на географическом севере находится южный магнитный полюс, да, который вот удален, как учебник здесь говорит, ну, примерно на 2000 километров. Его современное положение это где-то север Гренландии. Ну, а южный полюс находится где-то у одного из побережей Антарктиды. Здесь даже указаны его координаты. Значит, давайте попробуем посмотреть несколько задачек. Значит, вопрос первый. Какой факт свидетельствует о том, что вокруг Земли существует магнитное поле? Мы только что с вами прочитали и обсудили, что убедиться в существовании магнитного поля можно с помощью стрелки компаса. То есть, факт это, этим фактом является работа компаса. Работа компаса или отклонение магнитной стрелки, да. Отклонение магнитной стрелки. Магнитной стрелки. При этом, смотрите, южно-магнитное полюс Земли находится вблизи северного географического. Вблизи северного географического. Ну и, соответственно, наоборот. То есть, южно-магнитное поле около северного магнитного. Следующее. Значит, здесь вот возникает термин, что такое магнитные бури. Дело в том, что современная концепция заключается в том, что магнитные свойства нашей планеты связаны с тем, что внутри нашей планеты находится раскаленное вращающееся проводящее ядро. И вот именно движение этого вращающегося проводника приводит к созданию магнитного поля. Здесь есть несколько вопросов, которые до сих пор физиками и геофизиками до конца не решены. Но, тем не менее, это называется концепция земного динамо или геомагнитного динамо. То есть, считается таким вот образом. Но, кроме этого, магнитное поле может создаваться и другими источниками. То есть, токи, кроме основного тока, который находится внутри ядра Земли, могут быть токи, возникающие в атмосфере. Токами, возникающими на больших высотах, эти токи могут возникать по следующим причинам. Например, от различных космических источников, от Солнца и от других источников, заряженные частицы могут попадать в магнитное поле Земли. Это магнитное поле Земли будет их определенным образом удерживать. И вот такие вот частицы заряженные, это электроны, протоны и так далее, попадая в магнитное поле Земли, начинают двигаться по различным сложным траекториям спиральной формы. И тем самым они создают токи на больших высотах в атмосферах. То есть, в частности, мы можем быть свидетелями таких процессов во время протекания, так называемых, полярных сияний, которые мы, в принципе, можем видеть. Итак, под магнитным бурями подразумевается кратковременное изменение магнитного поля Земли, которые влияют на стрелку компаса. Вот, и это, как здесь учебник указывает, что это в основном связано с солнечной активностью. Поэтому давайте запишем, что магнитные бури это кратковременные изменения магнитного поля Земли, который сильно влияет на стрелку компаса. Появление магнитных бурь связано с солнечной активностью. То есть, здесь надо вписать слово появление магнитных бурь. Появление магнитных бурь связано с солнечной активностью. Так, значит, дальше. Кроме основного магнитного поля, который создается вращающимся ядром, и второго источника, который кратковременно может возникать на больших высотах, за счет взаимодействия с заряженными частицами, летящими от солнца, есть еще один источник, который может создавать собственное магнитное поле. То есть, где-нибудь в земной коре могут быть большие залежи, например, железной руды. Таким образом, вот эти вот большие скопления, они создают так называемые магнитные аномалии. Магнитные аномалии это области, в которых направление магнитной стрелки постоянно отклонено от направления магнитной линии Земли. Ну, вот здесь вот приводится пример, достаточно известный, так называемая Курская магнитная аномалия. То есть, такие аномалии, они возникают по причине залегания железной руды на небольшой глубине. Поэтому вот здесь мы можем вписать залежи железной руды на небольшой глубине. Кроме того, стоит отметить, что магнитное поле могут создавать любые массивные железные или стальные предметы. То есть, в частности, любой корабль, который длительное время находится в магнитном поле Земли, также намагничивается и превращается в магнит. Это создает некоторые проблемы для работы как компаса бортового навигационного оборудования, так и, в принципе, оно является причиной того, что по этому магнитному полю корабль можно и обнаружить, кстати говоря. То есть, вот в частности, эта проблема особенно актуальна с подводными лодками. То есть, подводную лодку, находящуюся на глубине, можно обнаружить с помощью специальных приборов, которые могут с большой точностью определить изменения магнитного поля. То есть, подводная лодка – это большой, по сути, массивный стальной предмет, который обладает собственным полем и создает некие аномалии. Это означает, что противолодочная аппаратура, техника, она как раз это магнитное поле регистрирует. Значит, дальше, давайте посмотрим следующую картинку. Обозначить на рисунке географические магнитные полюса. Значит, с чего мы начнем? Мы начнем с того, что у нас указана картина силовых линий. То есть, смотрите, силовые линии магнитного поля входят сюда. Это означает, что здесь у магнита находится южный полюс, а здесь силовые линии выходят, то есть, это означает, что здесь у него северный полюс. То есть, если бы Землю представить условно в виде такого магнитика постоянно, то вот он северный, о, южный, S, South, и N, норд, северный полюс. Но это магнитные полюса. Но мы знаем, что магнитные с географическими, они по-разному расположены. Поэтому здесь будет находиться северный географический, G, северный, норд, географический. А здесь будет юг географический, G. Значит, вот такая вот картинка у нас получается. Какую роль играет магнитное поле Земли для жизни на Земле? Ну, на самом деле, мы можем много про это говорить. То есть, первое, мы можем пользоваться с вами магнитами. Мы можем пользоваться с вами магнитным компасом в целях навигации. Это первое. Второе, магнитное поле Земли, как уже было сказано, влияет на потоки частиц заряженных, прилетающих к нам из космоса. А эти заряженные частицы, по сути, являются радиацией. А значит, магнитное поле защищает нас от радиации. То есть, таким образом, мы можем здесь в качестве примеров записать, как минимум, первое, это работа компаса. Работа компаса. А второе, это защита от космической радиации. Защита от космической радиации. Космической радиации. Значит, дальше вот интересный вопрос. Какие планеты Солнечной системы обладают магнитным полем? И перечислить их в порядке убывания мощности. Давайте посмотрим. Ответ здесь, собственно, скрывается в учебнике. Есть он здесь? Нет. Учебник об этом нам не говорит. Но, тем не менее, мы можем сказать, что сильным, большим магнитным полем обладают такие планеты, как Юпитер и Сатурн. Действительно, они обладают достаточно большим магнитным полем. А вот, тем не менее, некоторые небольшие планеты и спутники планет магнитным полем не обладают. Это гипотетически связано с тем, что со временем эти объекты остыли, в них геологические процессы закончились. И там, например, в земле расплавленное вращающееся ядро есть, а, например, в недрах Луны такое ядро уже остыло, и оно прекратило вращение свое. А раз этот проводник уже не вращается, не движется, он не создает магнитное поле. То есть, Луна, в частности, магнитным полем не обладает. Итак, значит, мы сейчас с вами познакомились с магнитным полем Земли, выяснили, как оно возникает, как оно себя проявляет, с особенностями с этим. Значит, вот здесь вот в этой задаче как раз показана траектория движения заряженных частиц, которые движутся, например, от Солнца или от других космических источников и попадают в магнитное поле. То есть, выглядят они именно таким вот образом. Здесь возникают так называемые радиационные пояса, их называют еще пояса Ваналина. И расположение этих радиационных поясов необходимо учитывать. В космонавтике, например, то есть, если речь идет о движении Международной космической станции, то орбита ее должна пролегать таким образом, чтобы космонавты не попадали в эти радиационные пояса. Также это важно для работы бортовой аппаратуры на спутниках. То есть, они должны находиться вне этих радиационных поясов. То есть, видите, вот оказывается, Чтобы запустить космический аппарат, необходимо еще и знать магнитные свойства Земли, знать, где находятся эти радиационные пояса и так далее. То есть задача оказывается достаточно сложной и комплексной. В качестве домашнего задания еще раз изучить параграф 61, еще раз его изучить, и выполнить упражнение 43. Упражнение 43 и вопросы. На этом все. Спасибо. Продолжение следует...